В предыдущей серии Получается, вы скинули 400 грамм Маленькая проблемка, начинаю себе нравиться Выпрямляя локти Сейчас за трусы будут тебя тянуть вверх Давай набросим, Саня Этим женщинам нужно побольше дать работы Маш, ну достало уже Все не так, все не то Мы Александра Драбича обязательно накажем за это Не, ребята, вот честно скажу, что здесь твердость намечается Такая есть Привет, друзья, это Акулья Сушка Мы продолжаем наблюдать, как 12 доблестных участников нашего проекта теряют лишние килограммы У нас сегодня повышенная влажность Мы находимся в прибрежном отеле Но как лучше начать утро в отеле? Конечно же, с бассейна, друзья, туда мы и направляемся Сегодня мы приехали в самую настоящую сказку Солнечная Алушта Именно тут и пройдет наша тренировка Так, вот они Расслабляются, прохлаждаются Два нормальных чу... Ну ладно, тренер, да? Ему можно А ты, Андрюх, что развалился-то? Так я хочу же быть похожим на тренера Теперь рано еще быть похожим на тренера? Ты пока еще ученик тренера Ну я пока стремлюсь так Ну я видел, ты отжимался тут немножечко, да? Что такое? Все-таки пытаешься, да? Нет, Влад сказал просто, что я очень много отдыхаю, что я расслабился Что мы сегодня пропускаем тренировку И поэтому, говорит, отжиматься, делать пресс и так далее Сегодня будет особенная тренировка, так что мы посмотрим, как ты с ней справишься, да? Я выиграю ее Очень самоуверенно, Андрей Чтобы сегодня выиграть, нужно хотя бы встать с этого лежака А силишь такое испытание Так, Влад, а ну расскажи, ты почему выдаешь своему подопечному расслабляться? А мы даем фору другим участникам Уверены в себе настолько? Конечно Тренер будет плавать вместе со своим ученичком? Нет Почему? Не хочу, он недостоин, он плохо себя ведет Мне кажется, мне кажется, мне кажется, расхлябанный человек немножко Как-то отбился, отбился от рук Да, и она тоже Разлеглись здесь, работать не хотят Загорать приехала Мария, ну а как можно в таких условиях работать? Везде солнце, море, загорелые мужчины и девчонки Сегодня явно не до работы Я вижу по глазам, у тебя будет твой день сегодня Так любой день мой Любой день? Ну тяжело сейчас вообще, как ты себя чувствуешь? По глазам вижу, что и тяжело, и с оптимизмом ты смотришь Ну, разве станешь отрицать очевидные вещи? Плавать ты умеешь? Плавать, да Взял с собой две пары плавок, да? Да Для чего? Поделиться? На всякий случай Поделиться с кем? Ну а вдруг кому-то надо будет, товарищам Ой, что-то мне подсказывает, что вторая пара трусов Алексея нам сегодня пригодится Но после того, как участники акулий сушки размяли свои языки с ведущим, можно размять и остальные части тела Для этого у нас есть специальный тренер Нук Карл Патрик Фокам Так у нас пока будет планка Планка, локоть упирается на наш воздушный маленький шарик Вот, вот так планка будет Лежа на планку Да, локоть Отлично 60 секунд Планка, планка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Патрик, остановись на секундочку Все, все стоим прямо Стоим прямо Патрик, почему так стало? У тебя все в здании стояли 10 минут Бажена, почему без футболки? А ну поднимайся Поднимайся, поднимайся Так забыла, голову не забыла, футболку забыла Воу, воу, воу Кажется, автор проекта Андрей Акула-Шарков Заметил, что Бажена пришла без футболки Но это не беда Взбасные трусы Алексея Давыдова Очень даже подойдут Ты не сделала то, что надо было сделать Наказаны будут все 50 приседаний А вы стоите в планке, пока она не сделана Держись, держись, хорошо стоит Стоим Ощущение супер Счастье, счастье в глазах Ух, будем считать, что Бажена Аксенова отделалась легким испугом И можно продолжать разминку Патрик продолжает преподавать ударную технику У каждого получается по-своему Вот, посмотрите Это экземпляр красиво выполняет Обратите внимание Этому человеку идут движения Маша, расскажи, пожалуйста Как тебе нравятся эти движения? Прикольно, мне нравятся Очень так динамично Как на танцполе Вот, да? Такие схожие ощущения, да? Немножко, да В принципе, сегодня дискотека такая небольшая Ну, это лучше, чем в зале, конечно О нет, Маша Там же рядом ходит Андрей Шарков Если он услышит то, что ты сказала про зал Придется и тебе в планке стоять Либо на остановке ждать маршрутку до дома По краю ходишь Это вообще огонь какой-то Просто огненный Александр Да Ты забрал мою штучку-то Я твою штучку забрал? Так, забери обратно ее Да, зачем она мне нужна Мне твоя штучка не нужна? Нет, ну ты не ту, имел не ту Су я Ну что, расскажи Ну что, Дед, рассказать, Дениска Позитивная тренировка Танцуешь ты отменно Ну да, ну то, что я не успеваю, беру, танцую А что остается делать? Надо же как-то в ритм попадать Любая тренировка проходит легче всего с музыкой А у наших акул вместо плеера был сам тренер Рубрика «Yeah, boy» Песня, посвященная нашим занятиям в бассейне Воу-воу, Патрик 10 из 10 Это будет гимном Акулии Сушки Что это была за песня? Это в честь наших сегодняшних претендентов на победу? Это в том, что ребята Ребята кудеют Это не так просто Надо немножко их бодрить Почему? Потому что все кудеют Они пытаются улыбаться вот так А внутри-то вот так Думаешь, они грустные, да? Они грустные внутри? Ну, вот так чуть-чуть А так ты им спел, да, они взбодрились? А так, но спел чуть-чуть, да, взбодрились Я смотрю, там у всех уже как-то готовы продолжать бомбить Ага, понятно, что расчет сейчас? Что мы будем исполнять? Сейчас я думаю, что им надо мерять Потому что они должны быть готовы Они должны быть готовы к бою Вы смотрите, вот наша Жанна Она как-то готова к бою Да, 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 да Вот Почему именно Жанна? На другом языке Вот так это да Что такое, Жанна? Жанночка, что случилось? Я же с тобой не плавать не плавать Когда ты об этом сказала? Ну, для меня Мы же в начале проекта спрашивали Умеет человек плавать или не умеет? Ты соврала нам? Ты соврала нам? Да, я сказала, что субайнице Какой будет плавать или не спрашивать Было такое? Чтобы попасть в проект, ты соврала нам? Я не врала Ну, теперь уже ничего не попишешь Ты в проекте Плавать ты будешь Будешь ты плавать Будешь Тогда мы тебя с позором будем изгонять Жанна, слова иногда материальные Ну вот, я же говорил А теперь Форест Саша, беги Беги, беги, беги Жанна, Жанна Вы расстроились? Ну, я смотрю У меня есть дневничок В нем так вот, две графы Что сегодня? Сентябрь Кто обидел? Как отомстить? Саша, ты первый Ага Сентябрь Да, да То есть ты злопамятная, да? Нет, я не злопамятная Поэтому записываю Поэтому все записываю, да Блокнот с именами? Жанна, а сколько возьмете за куклу Вуду С фоткой Бузовой? Может быть, мы сможем ее остановить? У нас сейчас, друзья, гонки на матрасах Наши тренеры набирают себе команду Вот из этих прекрасных бойцов Кого-то, кого они считают лучше всех Мы это комментируем, друзья Давайте мы узнаем, кто будет выбирать первый Влад или Маша? Я предоставлю девушкам первый выбор В команду к Маше попали Андрей, Аня, Света, Леша, Владимир и Бажена Влад свою команду взял Сусанну, Жанну, Александра, Надю, Машу и Наташу Мы разделили по шесть ребят И посадили их на два матраса Ну и, конечно, отправили в путь Жалко, что это закрытый бассейн А не открытый океан Придется монтировать серию дальше Даже больно смотреть на все это Матрас просто заплакал, когда на него плюхнули шесть толстяков Поэтому мы жалились и разделили ребят по трое Это была не гонка, а настоящая резня В которой победила команда Марии Емщиковой Твоя команда проиграла И так получилось, что очень-очень позорно Расскажи, пожалуйста, почему так произошло? Во-первых, получилось так, что у меня в команде Пять русалок и один дельфинчик У которого было, как показал результат, мало мощности Вот, понадеялся, что он потянет самых тяжелых Оказалось, что он не вытянул Оказалось, что он потянул их вниз Да, потянул их вниз Но это тоже непросто Любой может вести за победой А уметь сломать всю команду Это намного сложнее Друзья, поговаривают, что жир не тонет А толстые люди хорошо держатся на воде Вот сейчас мы это и проверим Сейчас мы узнаем, кто из них не тонет лучше Но это не катамараны, друзья Вы же понимаете, тут не лопастями нужно грести И о всеми своими конечностями Так что вы готовы? Да! Заплыв по два человека От начала до конца Проведем жеребьелочку сейчас Кто с кем будет состязаться Наконец-то! Ваня, привет! Привет! Давай жеребьелочку проведем, да? Кто с кем будет состязаться? У тебя шляпа прекрасная Я думаю, там полезная для нас вещь есть Да Давай глянем, кто с кем Я буду вытягивать? Конечно Поехали! Итак Барабанная дробь О, как раз наш самый любимый тяжеловес Андрей Пеек Так, Андрюха Андрюха у нас будет состязаться С Баженочкой Аксеновой Прекрасная, прекрасная пара Сусанна Ёрченко Моя любимая Сусаночка попалась нам Да, отлично Так, с Владимиром Чинькинка, где он? Вот, прекрасно Вы рады? Да Отлично Анна Хамедулина у нас Анна Кстати, тоже занималась плаванием, да, вроде? Да Занималась плаванием Это очень хорошо Повезло кому-то вот с ней бороться Три года О, Надежда Костяченко Как раз две рядом стоящие подруженцы Вот, вот у вас и будет хорошая конкуренция Посмотрим, что у нас дальше Так Наталья Болдырева, кстати Я тебя искал Наташа, наконец-то ты с нами Ты в игре Ты в игре Ты в игре С Светланой Курбченко Где она у нас? Прекрасно Прекрасно, прекрасно Так, еще что у нас тут остается? Алексей, доволен сегодня? Нет Почему? Потому что мне очень не нравится его физическая форма В данный момент И ему надо поднажать, чтобы был хороший результат И скорость у него очень маленькая Очень маленькая скорость Он отстает и у него возраст просто один из самых высоких в нашей программе И ему трудно фигатор с молодежью будет Не знаю, не знаю, Иван Мне кажется, этот старый волк еще всем фордаст Хедлайнеры нашего сегодняшнего шоу Жанна Смолека ха и Александр Драбич плаваешь ты уже плавала сегодня буквально с помощью александра жанна же этом противостояние как же так ты из города героя севастополя морского портового города и лишь плавать соберись женщина мы ее научим так войну что вот уже наших два претендента этих замечательных пловца заплыв я и думаю они открывают этот заплыв эти соревнования это у нас андрей пик и бажена аксенова что скажешь я за кого болеешь андрей за андрюху тогда командует на старт внимание марш от тебя и так бажена андрей на старт внимание это же фальстар нервишки нервишки сыграли немножечко шалят нервы у кого первого еще один фальстар и дисквал дисквал андрюхи шальнули нервы у двоих у обоих сразу одновременно понятно это значит силы практически равны мне кажется на старт внимание марш итак андрей вырывается вперед свободным стилем плывет у нас андрей бажена за ним пытается успеть а ведь а ведь обратил внимание что у пожени бажены почти спал купальник думаешь да я направляла это ее сильно отвлекло из-за этого андрей вырывается вперед смотри андрей уже пошел на второй как все на второй заход да сейчас плывет прямо к нам а ведь он грозился поддаться божей как мужик он просто как мужик как мужик наврал наврал нам наврал ей и сейчас я думаю выйдет вперед и коснется вот этой этого бортика финишные черты да да я думаю просто андрей уже тут сто процентов он победил зато он финиширует он первый зато бажена с улыбкой добивает эту дистанцию следующими дистанцию прошли владимир и сусанна за ними света и наташа а когда очередь дошла до жанны у нас возникли проблемки вернее у нее все-таки ботафобия взяла свое и жанна сошла с дистанции то есть ты принимаешь свое поражение от александра это не поражение я ему еще отомщу так у нас следующая пара у нас маша и алексей почему они стартуют с низкого старта потому что у маши линзы и нельзя прыгать в воду но зато она вот здесь готова хорошо посоревноваться у них разные весовые категории ну вот такая интересная комбинация ну что наступаем приступаем на старт внимание марш рассекая брасом волны как настоящий викинг идет маша в этом заплыве победить должен тот кто придет вторым машу поздравляю а не обошла надежду к костюченко а вот андрею пееку задание пришлось не по духу все хорошо с таким настроем пусть будет так как нахрен я тогда вообще участвую если таким настроем нет победу не дает нахрен я тогда вообще участвую у тебя хочу спросить ради этого заплыва этот кипиш сейчас поднимать да ради неоплыва что показать если я покажу в конце я на камеру не играю андрюка ты что сдался что да я сдался не хватает сил я очень слабый человек что случилось просто устал я плавал нормально плавал все теперь нормально ты поел да много поем нет чаш там маленький скудные порции немножко огурцов немножко филе но это же еда тебя прибило что да полна глупо отключился мозг но в силу то еще остались силы есть но сейчас плыть не могу также неправильно согласен я сдаюсь вон рио ребята сильные я это подход не серьезный ты можешь так вообще проиграть нашей большой игре большое время почему так у меня потому что я уверен всего лишь в месяц прошел нужно сдаться через неделю нет я не сдам я не верю тебе ну посмотрим произошла ситуация вопиющая буквально андрей пейк куда-то убежал из появились что произошло мы с ним поругались сейчас я мне пришлось отлучиться на две минуты возвращаюсь его уже он уже отказывается плыть он без объяснений сказал я не буду плыть или что случилось я поел я не смогу то ведь что значит я поел не смогу плыть уже он столько поел вот и я не знаю я в бешенстве просто от этой ситуации его читал отчитал сильно читал не знаю без рукоприкладства пока без рукоприклад. Но хотелось-ко тел piles как он к этому отнесся бы не Не знаю, он парень сильный и здоровый. Ага, так что он сказал? Все, покидает проект? Не знаю, посмотрим. Надо разговаривать уже наедине с ним. Ну это как маленький мальчик, взял, психанул и убежал. Что это такое? Вот-вот, нужно с ним провести разговор серьезный. Понятно. То есть раньше он так себя не вел? Нет. Это первая такая ситуация. О, ну все, кажется, сейчас Андрюха вспомнит, что такое батин ремень. Андрюха, а что случилось, Андрюх? А что случилось? Я просто не в курсе был. Я подошел уже... И одна, и вторая. Ну потому что мы снимаем... Ты хочешь спросить, я тебе объясню. Я вам все равно не буду снимать. Ну, мы сегодня снимаем дальше с тобой или не снимаем? Ну а в чем ситуация была? Ситуация в том, что я отказался плыть, заплыв, потому что я только что поел. Все, вся ситуация была в этом. Ты считаешь, правильно? Подожди, ты считаешь, что ты спортсмен, профессионал своего дела. Да, да. Профессионал же дела своего? Да, конечно. Ты известен и весь Крым не только, правильно? Да, да. Правильно. Ты считаешь правильно, что после того, как сделали прием пищи, сразу давать физическую нагрузку в течение 10 минут? Нет. Вот и все, вот мой весь тебе ответ. Он отказался плыть, потому что... Поел. Поел. Не дали времени, чтобы все усвоило, что легло. Что 25 минут не есть до финального заплыва. Подождите, мамочки. Не ругайтесь. Сейчас выведем гуся на чистую воду. Посмотрите, кто это у нас тут плавает. А че-то пяточки шелестят под водичкой. Как раз за минуту до конкурса. Причем, смотрите, в воду прыгнул сам. А то ходит тут, щечки надувает. Ай-яй-яй, Андрюха. К счастью, в отеле Порто Мары есть замечательное, очень полезное место. Это скамейка примирения. Там обычно заседают молодожены, которые еще не притерлись. Но у нас есть свои люди, которым сегодня очень необходимо помириться. Ну что, Андрюха, мы с тобой уже все обсудили, по-моему, да? Выяснили, кто прав, кто виноват. Но мы с тобой все равно одна команда, в которой мы должны идти к одной цели. Это правильно? Абсолютно. Давай, пожнем руки. Пошли. Итак, друзья, вот у нас уже три кита готовы к финальному заплыву. Это у нас Александр, Владимир и Алексей. Узнаем сейчас, кто первый, кто второй, кто третий. На старт. Внимание. Марш! Так, хороший заплыв. Александр Драбич пропал вообще. Он решил проплыть весь бассейн сам, мне кажется, под водой. Уже смотрите, что происходит. Почти весь бассейн уже закончился. Александр не всплывает. Александр не всплывает. Ваня, смотри, он проплывает весь бассейн под водой. Представляешь? Есть бассейн под водой? Под водой весь проплыл. А вот эти два, смотри, это три кита. Три кита-убийцы. Которые держат планету на себе. Держат планету на себе. Смотрите, Владимир Чинченко опережает всех. Дальше Алексей Давыдов все-таки пытается, да? Да, пытается, конечно. И у него все это получается. Он хорошо дышит. Я поражаюсь, как он гребет, потому что бегает он отрадительно, но плавает он хорошо. Давай, давай, молодец! Отлично. Вот они, вот они эти два молодца. А что-то Александр Драбич там где-то затерялся. Затерялся и забылся совсем. В этом заплыве победил Владимир Чинченко. Ну и, кстати, это не все водные процедуры, которые будут в акуле и сушке. Например, в следующей серии ребят ждет водное поло. Кто победит там? Смотри Акулю Сушку и будешь в курсе. Сегодня мы решили проверить силу воли наших ребят. Они должны выбрать полезную еду и попробовать устоять от всех соблазнов, которые есть в этом месте. Ну и кроме того, как оказалось, тренер Патрик не только гангстар-рэпер и пожиратель планет, но и очень чуткая булочка. Впрочем, сейчас сами все увидите. Так, ну что, как говорится, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста, да? Да. Посмотрим, что они тут насобирали себе на ужин. Так, Андрюха, голодающий ты наш. Давай глянем, что у тебя. Можешь уже кушать? Что ты не хочешь? Передумал? Я подожду. Что ты выбрал? Самое главное, это что у нас тут? Я выбрал курица, телятина, капуста, грибы. А вот это меня смущает. Солюб, малосольный огурцы. Малосольный. Как считаешь, это нормально? Нормально. Можно себе позволить? Да, можно. А соленая, с задержкой воды, там, и все-таки? Нет, пойдем. Вот эту курагу, которая курится, вот это я не разрешаю. Все, я понял, хорошо. Я не разрешаю ей. Понятно. Так, посмотрим, что дальше у нас тут. Тут практически то же самое. Похоже, да? То есть у вас свидание? Салат. Есть вечер. Вечер. Романтический ужин. Хотя бы одну ужину. И розочку. Да, тут почти все идеально. Да, все хорошо. Брокколи, морковка, все на пару. Хорошо. Приятного аппетита. Приятного аппетита, друзья. Сашенька наша. Что ты пьешь? Что пьешь? Это что? Это я так понимаю, это огуречный какой-то лимонадик. Водичка. Да, водичка. По-моему, даже и не сладко. Нет, не сладко. Молодец. Да. А что вы мишите? Нет, здесь курочка. Мы посмотрим, что у тебя тут. Курочка в кунжуте посыпана. Ой, а что? Ой, Дениска. Это ты поставил, Дениска? А это что? Это что это, Саша? Это моя пироженка. Я отработаю в зале. Как? Ты отработает? Да. Ну, что ты испортил это пирожное? Я все равно. Я случайно, ты же прикрыл, я же поэтому не видел, что здесь находится. Думал, салфетки просто. Ты бы облокотился посмотреть, что здесь. Зачем ты взял? Зачем ты взял это? Я отработаю. Так это не так просто, отработать. Думаша, я хорошо отработаю. Не надо давить на жалость. Не надо давить на жалость. Давай, я съем, да и все. О, давай, Маша. Нет, ну просто. Давай, давай, все, все, все. Тренер из голодался. Ну, в целом-то, неплохо. Ешь. Когда за рулем такой прекрасный, талантливый человек, пища усваивается в два раза лучше. И даже вредная становится немножечко полезней. Пока внук Карл Патрик, он же добрый Патрик, может не только взбодрить, но и расслабить. Да, Патрик, как тебе сегодняшний день? Ну, могу сказать, что это было немножко тяжело, но зато кайфованно. Отлично, лучше и не скажешь. Всем спасибо за внимание. Это была Акулья Сушка. Следите за эфиром. Что-нибудь сейчас такое, да, бодренькое? Да. Почему брать нельзя? Все можно брать и надо кушать. Мы сегодня много скачали. Я сегодня нашагала 8 тысяч шагов. Субтитры сделал DimaTorzok